Это их победа. С точки зрения этих технологий и этих угроз, которые очевидно будут применены к русскому народу и к нам здесь, в ближайшем следующем году, информационно-психологические операции, которые действительно смогли построить достаточно высокообразованные слои населения на Украине и зомбировать. Как ты оценишь вот эти, это военные техники по большому счету, но это информационные войны? Ну, да, и на самом деле я с тобой полностью согласен, что зомбирование населения идет колоссальными темпами. И шло. Ну, когда там говорят о том же самом неролигуистическом программировании, и когда я об этом говорю, над этим смеялись, то я совершенно не разделяю никаких усмылок, ухмылок, ни смеха. Почему? Потому что, находясь в том же Славянске, я периодически смотрел украинское телевидение. То есть, тот самый пятый канал новостной. И я сам себя поймал, ловил неоднократно на том, что после длительного просмотра этого канала у меня возникала мотивация того, что я что-то делаю неправильно, ощущение. Что я не только делаю неправильно, но и вообще, как вот я вообще смею там выступать против такого замечательного независимого украинского народа, там, что я являюсь террористом. И вот чуть ли не до ощущения, что не пора ли мне срочно сдаться. Вот. Естественно, что это наваждение легко стряхивалось путем просто выключения телевизора или включения прямой логики. Для такого, ну, как я считаю, убежденного человека, как я, это просто ненормально. То есть, использовалось, то есть, да, прямое воздействие. То есть, я считаю, что не знаю, какая там технология конкретно применялась, именно, либо это было какой-то специально построенный текст, либо там 25-й кадр. Но то, что это было однозначно. Что можно этому противостоять? И это не только я, естественно, ощущал это воздействие. То есть, мне приходилось вести беседы с многими ополченцами, особенно из местных, которые тоже подвергались. Вот если они долго смотрели украинское телевидение, они теряли мотивацию к борьбе в значительной степени. Хорошо. У тебя есть идея, что можно этого противопоставить в короткий срок? Очень сильно. Но это факт имеет место. Ну, как помнить, как там из обитаемого острова лучше всего взорвать башню, как известно. То есть, что было. Ты этим пытался заниматься. Ну, собственно говоря, этим мы занимались достаточно успешно, потому что после того, как мы даже на короткое время отключили украинское телевидение «Славянский», там у людей действительно резко, то есть, изменились настроения. То есть, выросла поддержка, выросло понимание ситуации. И более того, повторно тот же самый тот факт, что Славянск, несмотря на все обстрелы, несмотря на всю осаду, несмотря на то, что у нас, собственно, никогда не было, что противопоставить с точки зрения информационной вот этому воздействию в украинском телевидении. После того, как украинцы вторично заняли Славянск, то есть, ну, не вторично заняли после того, как мы оттуда ушли, славянцы показывают устойчивость к данной пропаганде. Это показали и последние выборы. — Подожди, а за счет чего? То есть, грубо говоря, это отключило телевидение? — Условно говоря, люди, то есть, первый раз, будучи как бы, зомбирование прекратилось, люди некоторое время мысли собственными мозгами, тем более, что не было, то есть, доверяли своим глазам, своим ушам, видели конкретные факты, что обстрелы города ведутся отнюдь не ополченцами, а ведутся украинской артиллерии непосредственно с их позицией на корочуне, и после этого у них уже выработалась определенная, определенный иммунитет выработался против этой пропаганды. — То есть, получается, надо жестко, так сказать, пересекать, да? — Да, конечно, других вариантов нет. Бороться с зомбированием контрпропаганды бесполезно. Все равно это проверочный вариант. То есть, зомбирование надо просто отключать, после этого уже вводить свою пропаганду. — Даже на территории, которая продает американской юрисдикцией, фактически? — Ну, фактически, да. — Хорошо, а теперь что?